Кабала Кабала Есть проблемы со звуком, простите Так, могут быть неполадки Так, мы находимся в поселке Беньямина Сегодня праздничный вечер Новое поколение, новое воспитание Здравствуйте Каждый, кто смотрит нас Мы приглашаем зайти на интернет-сайт КабТВ И посылать свои вопросы Мы постараемся ответить В течение вечера у нас есть тут Стойка интернета Где мы принимаем вопросы Наша тема воспитания Согласно принципам Кабалы Новому поколению Прежде чем мы начнем лекцию Рава Лайтмана По теме Я хочу приглашить сюда На сцену Госпожу Лимор Софер Отвечающий за интегральное воспитание Чтобы она Немножечко представила тему И вообще вела нас к тему Спасибо Здравствуйте Меня попросили объяснить Как я Пришла к тому Чтобы исследовать И Развивать ту систему Которая называется Система интернального воспитания Которая основана На ответ Или На Основы природы человека Которые в общем-то Были раскрыты Тысячу лет назад И В личном своем плане Я психолог Воспитатель Работающий С системами Работающий С коллективами Или с отдельными людьми Уже Много лет И вот за последние годы Когда я должна Собственно Работать И помогать Или консультировать Получаются Те же самые проблемы Проблема Воспитания Или агрессии Среди детей Насилия Или дисциплину Личные проблемы Детей И постепенно Вот в течение Всех этих лет Я обратила внимание Я не одна в этом Что те проблемы С которыми мы сталкиваемся Становятся все более и более Доведенными до крайности И вместе с этим В исследованиях За последние 10 лет И даже раньше Все больше и больше Появляются исследования Которые описывают Насколько вообще Уровень депрессии В мире Повышается Разные тревоги Фобии И у детей И у взрослых Все это растет И количество детей Которые диагностируются Как дети Которым сложно Воспринять И дети Которые нуждаются В лекарствах И даже Уровень Эмпатии Людей То есть Способность Понимать Солидаризовываться Друг с другом И почувствовать И помогать Все это уменьшается Постоянно И вот это вот Сочетание Обоих этих факторов Очень тревожит И я вот Столкнулся С этой методикой Которая Основывается На очень Древних Основах Мудрых Которая подходит Для того мира Который сильно изменяется И то что я видела В группах детей Которые работают По этому принципу Что То что воспитателям Удается Передать С помощью этих принципов Это создать Внутренние изменения У ребенка И когда Ты в процессе воспитания Тебе удается Это делать Это тот подарок Который Ребенок получает И когда он уже Не нуждается В своем воспитателе И если Удается это сделать В общем-то Много систем А предназначено Для таких Внутренних изменений Но здесь есть Такие принципы Очень четкие Которые как раз И обеспечивают Это изменение Способность Почувствовать Другого Способность Работать в группе И работать вместе Возможность Думать Друг о друге И почему И кто потом Захочет Чисто Практически Это все Проверить Как это можно Воплотить Дома Или в школе Мы будем снаружи Там у нас будут И книги И диски И я даже бы задала Вопрос Раву С вопросом таким Почему это Подходит сегодня Эта система Воспитания Насколько это Соответствует тому Что происходит в мире Что вообще происходит В мире И в каком направлении Мы движемся Есть ли особая роль У воспитателей У родителей И у профессионалов Я буду очень рад Вашим ответом Спасибо, Лемор Я отвечу Я действительно не думал Что я когда-нибудь Приду к воспитанию Вообще буду этим заниматься Потому что это Совершенно Далеко от Моей профессии Но так получается Что это Тема Которая становится Главной Мы изучаем Это действительно В очень Древних источниках И они говорят Что природа человека Все время изменяется Что мы В противоположность Животным Миру Неживого Растительного Животного Уровень говорящего В нашем мире Все время развивается И в течение 70 лет Своей жизни Человек развивается Каждый Не как Животное Которое Рождается И через Несколько Недель Уже Закончило Своё развитие Уже Знает Мир У него есть Инстинкты Для того Чтобы существовать Человек Все время Должен Развиваться И главным образом Из поколения В поколение Мы видим Что мы Очень сильно Изменяемся Так что Одно поколение Не понимает Другое И проблема Отцов и детей Всегда продолжается Из поколения В поколение И почему же Это так Объясняет Нам Наш Древний источник Что Весь вопрос В эгоизме Человека Что мы Развиваемся Все время В эгоизме Который Все время Требует От нас Все больше И больше Познавать себя Познавать мир Развивать Человеческое Общество И себя И восприятие И так Мы Развивались На самом деле В течение Тысяч лет Если мы Сделаем Какой-то График Развития Эгоизма В человеческом Обществе В соответствии С цивилизацией В соответствии С народами Нациями Есть еще Много разных Деталей Но в общем Если это мы Проводим По оси времени То мы можем Сказать Что все зависит От нашего эгоизма И когда оно Развивается Оно приводит Нас К Общественным Изменениям Социальным Изменениям И в семейной Жизни В том виде В котором Мы живем Что мы требуем От жизни Эгоизм Который развивается Подталкивает Нас К технологическому Развитию И экономическому И к культурному И воспитанию Религии И все Все это И просто По оси Эгоизма Мы видим Как в соответствии С этим Как мы Развиваемся И соответственно Его тип Как он Развивается В нас Мы также Можем Сказать Почему он Воздействует На нас Так что Мы Устремляемся Именно К общественному Развитию Или к развитию Воспитания Или еще К разного Рода Другим Видам И нам Объясняют Мудрецы Что Наш мир Когда он Развивается Когда он Развивался Он развивался Линейно Потом он Стал развиваться Экспоненциально В последнее время Последние 50 лет Это именно так Мы видим Это очень Резко Такая Кривая И вдруг Мы пришли К какому-то Насыщению И Наш эгоизм Как бы Остановился Если мы Мы можем Провести Такое Мы развивались Вот так Из поколения В поколение И вдруг Мы пришли К такому состоянию Здесь Вось времени А здесь Наш эгоизм И здесь Мы остановились Как бы Просто Скажем 21 век Даже До этого Скажем С 60-х годов Прошлого века Мы уже Начали ощущать Какую-то Остановку Уже Какую-то Апатию И Уже Никого Не волнует Ничего И молодое Поколение Начало Уже Обнаруживать Что Какая-то Усталость Такую И нежелание Депрессия Стала Самой Распространенной Болезнью В мире И наркотики И все Эти вещи Начали Развиваться И это потому Что наш эгоизм Как раз Пришел К такому Насыщению И Сейчас Он принимает Другую форму Он принимает Круглую форму И здесь Мы действительно Останавливаемся И не знаем Что делать Мы дошли До состояния С очень Большим Знаком Вопроса Что мы Видим Мы начинаем Зависеть Друг от друга Быть Взаимосвязанными По всему Земному шару Мы находимся В кризисе Ну воспитание Несомненно Ну и культуры И вообще Образование И семейной жизни Процент Разводов Дети Не хотят Жениться Наши И вообще Остаются С мамой До 30-летнего 40-летнего возраста И так далее Другие явления И это просто В современном мире Как Повсеместное явление Во всех странах Мы видим Что это не какой-то Случай Это даже не зависит От культуры Не от воспитания Не от Типа общества В которых всегда Была семья И большое число Детей И все это Начинается Мы думали Что 7 миллиардов Людей Мы дошли до этого И вдруг Мы начинаем Видеть Что все эти вещи Начинают Равновешиваться И мы сейчас Выходим К насыщению И наш эгоизм Который все время Подталкивал нас К разным формам развития Чтобы мы изменяли Наш образ жизни Он больше нас Не подталкивает Уже не в таком виде Когда у нас Какое-то желание Которое пробуждалось Во мне Развивая экономику Общество Культуру Технологию Экономику Хоть и желая Большего Есть какая-то усталость В человечестве Мы уже не думаем Что наши дети Что им будет Лучше жить Мы просто Не хотим Продвигаться ни в чем Мы конечно Продолжаем делать Мы Есть некая инерция В этом Но в общем Мы чувствуем Что что-то в жизни Не происходит Как это происходило раньше И здесь Существует Простое объяснение Что мы дошли В нашем предыдущем развитии До Определенного уровня В человеческом роде И мы развивались Благодаря тому Что Получали Негативные толчки Сзади У нас все время Были желания Еще достичь Еще и еще Эти гистические желания Все время Развивали нас И вдруг Эти желания Они начали так Гаснуть И Незачем Мы вдруг приходим К состоянию Как я сказал Что мир становится Круглым Взаимная Взаимная зависимость Во всем мире Мы вдруг Связаны Со всеми Согласно эффекту Бабочки Мы Обнаруживаем В науке Что То что происходит В одном месте Доходит И воздействует На другое место Люди Связаны с этим В общем даже внутренне Даже не через интернет Через какие-то волны Проходят Из одного Края мира В другой Какие-то состояния Духа Какое-то Отношение Происходит здесь В стране Мы думаем Что это через Фейсбук Через твиттер Через какие-то Сети Это Переходит Из одного места В другое Но это не Совсем сети На самом деле Есть Какая-то Внутренняя Готовность Что то что происходит В Скандинавии Это переходит В Испанию Оттуда Переходит На Ближний Восток Как вирус Это распространяется По всему миру И мир Начинает быть Как одна система И здесь Мы Начинаем Раскрывать То что написано Именно в наших Древних книгах Что Мир Становится Интегральным Мир становится Глобальным Мир становится Человеческая Общество Приближается К природе К общей природе Которая Вся целиком Круглая Взаимосвязанная Неживые Растительные Животные Уровни Человеческое общество В конечном счете Должны прийти В своем развитии К Шару К тому что Это все связано С природой И все части Которые мы Рассматривали До этого Как не Связаны Друг с другом Сейчас В конечном счете Когда мы Пришли К максимальному Эгоистическому Развитию Мы видим Что они Все же Связаны Друг с другом Зависит Друг от друга И только Мы Не способны Справиться С состоянием Которое Наступило А мир Общество И природа По сути дела Находится В каком-то Дисбалансе Потому что Общая природа Которая сейчас Замыкает Нас Во всем Этом Интегральном Законе Как бы Вызывает Чтобы Приглашает Нас Быть Тоже Таким же Взаимосвязанными Мы по сути дела Начинаем Чувствовать Мир Как Маленькую Комнату В которой Мы Находимся И мы не можем Между собой Поладить Это как в семье Допустим Перед разводом Когда Невозможно Жить Вместе Что мы будем Делать С собой Со всем этим Человечеством На этом Маленьком Шарике И поэтому Тут раскрываются Проблемы Воспитания Прежде всего Что мы Не занимались Этим Мы всегда Хотели Дать Человеку По сути дела Профессию Мы хотели Дать ему Возможность Наполнить Свою эгоизм Становись Ученым Сапожником Неважно Кем Но Если ты сможешь Зарабатывать На жизни Так Служить Может быть Обществу Тоже Наполнять Выполнять Какую-то Свою часть И так Обеспечивать Себе Пропитание Но мы Не строили Человека Как написано В Торе Сделаем Человека Мы никогда Его не делали Дети Которые Прошли Это воспитание Они вообще Не прошли Никакого Воспитания Они получили Образование Не воспитание И мы знаем Откуда Это вытекает Из наших Школ Эти школы Мы получили От Периода Технологического Развития Когда Нужно было Деревенское Население Очень быстро Обучить Грамоте Чтобы они Понимали Чертежи Могли бы Могли бы Работать С машинами Чтобы Можно было Написать им Записку Что надо Делать И они Это будут Делать На заводах Как это Было 150 лет Назад Требовалось И так Очень быстро Нужно было Сделать Из Крестьян Рабочих И В этом Вся наша Школа Оттуда Это Выросло И до Средневного Момента Это так Были Современным Образом Но по сути Дело Это то Что мы Хотим Дать им Образование Вот Сумма Знаний Ты Знаешь Как Работать И Продолжаю После университета Еще раз То же Самое Мы Не Строим Человека Из Ребенка Мы Не Пользуемся Никакими Психологическими Законами Чтобы его построить Чтобы воздействовать На него Общественно Чтобы Научить его Кто он Что он Что такое общество Как он должен Относиться к нему А общество к нему Мы не Обучаем его Науке жизни А именно Знания Знаешь Проходишь экзамены И готов А он не готов Он не готов К жизни И поэтому Наше Воспитание То что мы На самом деле Черпаем Из источников Это другое Воспитание Мы называем Это интегральным Воспитанием Потому что Прежде всего Оно Обучает Человека Как быть Связанным С окружением И как Строить Для себя Окружение И как Мы строим Для него Окружение Для того Чтобы Он получил Правильные Примеры Как вести себя И чтобы Окружение Само по себе Действовало На него Так Уравновешивая Его И выстраивая Правильным Образом Потому что Если мы Берем Человека Мы видим И знаем Что в общем То что в нем Есть Это не он Это те свойства Которые он Получил От рождения От тех Кто его Родил С которыми Он родился А потом Он развивает Их С помощью Окружения Дом Детский Сад Школа То есть Свои внутренние Свойства Он получил От родителей Он их Развил Тоже С помощью Окружения Которые Ему Так Дали Это не он То есть У него нет Ничего Самостоятельного А Так его Построили Построили его Мы видим В конечном счете Очень Неудачно И поэтому Нам Нечего Спрашивать С этих детей Потому что Мы по сути дела Не даем Им Примеры А дети Учатся Из примеров Нет слов Мы не даем Им Правильных Хороших Примеров Не Выстраиваем Вокруг Них Правильное Окружение Несмотря На то Что мы Понимаем Что Все Телевидение Интернет И все Эти вещи Они Полны Плохих Примеров И Все И школа Тоже Не дает Примера Хорошего Общества Но так Мы соглашаемся С этим И дети До сегодняшнего Дня Поэтому Находятся В Неправильном Нехорошем Воспитании На самом деле В отсутствии Воспитания Ребенок Получает Образование А не Воспитание И поэтому Мы В нашем Воспитании Которое мы пытаемся Разрабатывать Уже Многие годы Мы берем Группы Детей И Стараемся Проходить С ними Другое Воспитание Прежде всего Все обучение Не фронтальное С учителем А В группе Это не класс Это называется Группа Все обучение В круге Когда все Видят Всех Дети Проходят Тренинги Когда они Все время Разговаривают С воспитателями Мы Вводим их В разные места По крайней мере Раз в неделю Завод Аэропорт Ну В разные места Банки Разные места Где Приходит Группа Их принимают Там Проводят Там По этому месту Объясняют Как это работает Зачем это нужно Повсюду Есть обычно Такие люди Которые могут Сделать экскурсию А потом Они возвращаются Они должны Написать Они обсуждают Это Где мы были Что мы видели Как это связано Со всем человечеством Нужно это Не нужно это Короче говоря Каждый должен Написать Отсчет И так Каждую неделю Они раз в неделю Делают Такую работу Если есть Проблемы В классе Все Приходят На суд Дети Выбирают Тогда Согласно Очереди Судью Адвоката Прокурора Публику И они Сами Обсуждают Да Или Нет Нормально Это Или Нет Почему А потом Они Роли Меняются Те Кто Были Обвиняемыми Те Кто Короче Говоря Все Так Проходит Что Ребенок Видит Себя Со Стороны Мы Снимаем Все Эти Мероприятия Потом Они Видят Как Они Ведут Себя Правильно Или Неправильно Когда Они Видят Себя Со Стороны Это Действительно Дает Им Очень Сильное Обучение И Реакцию Соответственно Этому Мы Стараемся Чтобы Воспитатели Были Просто Одного Уровня С ними Они Сидели С ними Вместе В Круге Мы Стараемся Чтобы Допустим Было 8-12 8-10 Детей И Два Воспитателя Мы Стараемся Делать Как Мы Говорили Конгресс И Большие Собрания Выезды Пикники Поездки Это Понятно Напомни Мне Еще Много Вещей Объединительные Игры Это Очень Важно Объединительные Игры Это Все Я хочу Сказать Что Это Дополнительно К обычной Школе Они Приходят К нам Они Учатся В школе После Обеда Они Приходят К нам На Эти Мероприятия И Мы Видим От этого Замечательные Результаты Есть Еще Мероприятия Которые Сейчас Меня Слышно Или Нет Раз Два Слышно Нет Не Очень Ага То Что Касается Игр На Объединение Один Из Принципов Вот Этой Методики Игр То Что Дети Кульминации Игры Что Когда Ребенок Чувствует Что Если Он Объединяется С другими Участниками Тогда Все Получается Если Не Удается Объединиться То Не Получается Игра Тогда Возникает Конфликт Когда Он Чувствует Что Он Не Хочет Объединяться А Когда Играет В Это Действительно Возникает Такая Дилемма Мы Когда Мы Учим Что Такое Будущее Общество Что Такое Интегральная Глобальная Система Что Такое Аналоговая Система Это Как Наш Организм Когда Все Части Взаимосвязанные Должны Работать В Гармонии Так Природа На самом Деле Требует От Нашего Развития В Эволюции Человеческого Общества И так Мы Продвигаемся Хотим Мы Того Или Нет Но Человечество Должно Будет Принять Такую Форму Чтобы Мы Стали Как Как Написано Как Одна Семья И Сейчас Мы Видим Поэтому Мы Чувствуем Кризис Кризис Это Наши Несоответствия Потому Что От нас Требуется Человеческого Общества Поэтому Мы Сегодня Не Можем Ничего Добиться И Не Можем Даже Раскрыть Обнаружить Чего Нам Не Хватает Даже В Таких Системах Которые Мы Создали Сами Как Финансовая Система Экономическая Система Это Не От Природы Это Мы Создали Мы Видим Что Мы Не Способны Сегодня Не Принять Никакого Решения Мир Скатывается Деградирует Мы Идем В Тупик И Мы Не Знаем Что Делать Впервые В Истории Мы Находимся В Общем Кризисе Во всем Что Человек Делает Он Как Не Может Добиться Успеха Не Знает Как Решить Проблему И Пока Мы Дошли До Финансового Кризиса Мы Не Очень Заботились Об Этому Хотя Мы Давно Уже Находимся В Кризисе И Культуры И Воспитания И Образование И Семьи И так Далее И Ответ На Это Что Мы Должны Изменить Себя Стать Объединенными И Тогда Мы Увидим Другими Глазами Как Другими Глазами Человеческое Общество И Сможем Развить И Изменить Наши Системы И Прийти К Равновесию С Природой Когда Все Части Должны Быть В Гармонии И Человеческое Общество Выглядит Как Рак Во всей Этой Картине И В конце Концов Это Идет К Его Смерти И Поэтому Мы Так Заботимся О Человеческом Обществе Взрослым Очень Тяжело Прийти К Этому Но С Детьми Мы Все Так Можем Прийти И Это В Наших Руках И Надеюсь Что Мы Сможем Реализовать Это Просто В Школах И В Разного Родных Кружках И Так Видеть Наших Детей Счастливыми Я Не Помню Вдруг Я Думаю Кстати Говор Лемор Я Хотел Что Мы Сейчас Поговорили Об еще Одном Моменте Или Перейдем К вопросам И ответам И через Вопросы Может быть Новые вещи Всплывут Если Вы захотите Добавить Что-то Возьмите Микрофон И добавите Еще раз Я повторяю Каждый Кто хочет Задать вопрос Пожалуйста Мы хотим Слушать Как можно Больше вопросов И тот Кто смотрит Нас Из дома У кого-то Есть вопрос Поднимайте Пожалуйста руки Чтобы мы Видели Куда нужно Отправить Микрофон Во второй Ряд Пожалуйста Микрофон Да Руку оставьте Чтобы Могли к вам Прийти Кстати Когда мы Занимаемся Так и Детьми Понятно Что мы Так влияем На родителей Когда ребенок Возвращается Домой То надо И какие-то Уроки Наши Сделать Это все Влияет И на родителей Тоже В общем-то На всех Домочадцев Мы видим Насколько Это Воздействует На окружение Через детей Так же И в школе Мы видим Реакции Учителей Дети Очень наши Успешные В этом году Наши 8 13-летних Наших Подростков Вот Они поступили В университет И начали Уже Получать Высшее Образование Это Вещь Которая Очень Простая То есть Вот В их связи Они больше Впитывают Материал Они становятся Умнее Их учеба Не через Противодействие А вот В объединении Вдруг Это развивает В человеке Возможность Впитывать Совсем на ином уровне Да Пожалуйста Мой вопрос Мы были воспитаны Главным образом На соревновательности Соревновательности Что касается Экзамена Соревновательности 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 Все время Вы Как-то Организовали Это В ваших Группах У нас Соревнования Кто больше Помогает Друг другу Но Получают Призы И его Уважают И На самом деле Так Это Огромное Изменение Да Но Соревнования Остается Да и вообще Человек Нет Никакого Подавления Нет Наказания Даже Суд Если он сделал Что-то Нехорошо Сделал То это Тоже Не то Что там Все это Берут Для того Чтобы Учиться То есть Вы перевернули Конкуренцию Я для себя На мы Да Мы 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 видим Что человек В одиночку Не достигает Ничего Мы стараемся Учить их Что только С помощью Объединения С другими Ты можешь Добиться Всего А в конкуренции У тебя Все время Давление Страх Ты все время Ешь себя Поедом Правильно Спасибо Большое Еще Вопросы Пожалуйста Тут Здесь Поднимайте Руку Микрофон Сюда Пожалуйста Видите Здесь Посередине Оставьте Руку Пожалуйста В воздухе Чтобы Вам Передали Микрофон Я напоминаю Пока что Зрители Дома Вы Вас Тоже Приглашаем Задавайте Вопросы Войди На наш Сайт Капсио И посылайте Нам Вопросы Мы сможем Тоже Их Здесь Задать Я Прошу Вас Встать Чтобы Камера Могла Вас Найти Добрый вечер Меня зовут Орли Я из Афульской Группы Хотел Спросить Вас Уважаемый Раф Одно из Явлений Очень Распространенных Говорят Что это Болезнь Последнего Десятилетия Или Последних Десятилетий Это Явление Энурексии Множество Девушек Страдает От болезни Это На самом деле Как Алкоголизм Или Наркотики Мы знаем Что это Одно из Явлений Окружение Воздействует Но Больше Этого Если Вы могли бы Поговорить Об этом Подробнее По поводу Тех Семей Которые Имеют Дело С этой Болезнью Какой Корень Дерующая Сила Этих Девушек Кроме Средств Массовой Информации Которым Они пытаются Подражать Я думаю Что есть Выражение Гораздо Более Глубокое Если Вы можете Подробнее Об этом Рассказать Может быть Дать Какую-то Рекомендацию Тем Семьям Которые Имеют С этим Дело Спасибо Этого Нет В нашем Корне Чтобы Мы могли Сказать Что Мы достигли Какого-то Состояния В нашем Эгоизме Скажем Вот Здесь И Вот Эта Проблема Исходит Из Какого-то Внутреннего Корня Из Ришемот То Что Называется То Наш Ген Так Развивается И Достигает Какой-то Определенной Такого нет Это Только Давление Общества И Если Мы Упорядочиваем Организовываем Вокруг Детей Главным Образом Девочек Правильное Другое Окружение Мы не Чувствуем Этой Проблемы Я Десятки Лет Занимался Людьми Консультировал И Я Уверен Что Это Только Мода Не Более Того Семьи Которые С Этим Должны Справляться Мы Не Можем Дать Решение Семье Или Девочке Которая Находится В каких-то Там Рамках Где Есть Вот Такое Давление Со стороны Общества И Обязывает Ее И Она Все Время Взвешивается Оценивать Сколько Оценивает 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 Проблемы То есть Человек Является Результатом Окружения Нам Это Понятно И Поэтому Мы Должны Заботиться Не о Самом Человеке Но Об Окружении Если Применять Окружение Все Поменяется Особенно В этом Возрасте Я Уверен Что Если Через Несколько Месяцев Мы Ее Скажем На Несколько Месяцев Мы Перенесем Ее Случай Просто Забираю Из того Места Где Она Находится И Что Это За Окружение Которое Можно Рекомендовать Любое Окружение Где Как раз Вот Эта Цель Быть Как Можно Более Худенькой Вот Это Почитается Нет Совсем Другое Какое То Общество Я Не думаю Что Наши Девочки Которые Ну Вот Находятся В наших Кругах Я Не Видел Понятно Что Они Стараются Конечно Ж Речь Фигуру Мы Не живем В отрыве От мира Но Я уверен Я не сталкивался С этим В общем То Для Всего Главным Фактором Является Окружение Поэтому Мы Должны Сейчас Заботиться Не о Самом Человеке А Если Есть Какая То Проблема То Окружение И Вот Что Я Еще Хотел Добавить Что Влияет Вот На Этот Ранний Возраст Это Воспитатели Или Воспитательницы Если Скажем Есть У меня Дети Возраста 10 лет И Я Туда В группу Не в класс А в группу Когда Когда Мы Хотим Воспитывать И Скажем Пошлю Туда Хороших Детей 12-13 лет Это Самое Лучшее Они Начинают Смотреть На них Они Учатся У них Мы Очень Так Во многих Случаах Мы Так Используем То есть Посылаем Более Старших Детей Они Дают Примеры И Там Все Налаживается Нет Никаких Проблем На Меня Это Смотрит Как На Что Кто Я Такой У них А На Детей Чуть Постарше Для Них Это Просто Бог Этим Стоит Пользоваться Есть Много Таких Средств И Мы Видим Насколько Это Сразу Же Меняет Дух В Группе И Мы С Помощью Этого Можем Направлять Их На Что Угодно Если Скажем Те Девочки Или Группа Девочек Если Туда Скажем Поставить Более Старших Девочек У которых Нет Вот Этого Этой Проблемы И Они Будут В общем То Нормальные Они Сразу Уравновесят С Группу Я Хотел Добавить Это По Поводу Что Взрослые Воспитывают Молодежь Если Бо Мой Сын Был Б Взрослым Он Подошел К более Молодым Он Готовится Дом Я Помню Что Он Сидел Готовился Подготовил Презентацию Тренировался Что Он Скажет Более Молодая Молодая Молодого Возраст И Группа Это Помогает Маленькому И Большому Это Вин Вин Следующий Вопрос Пожалуйста Туда Микрофон Вы Сможете Поддержать Руку В воздухе Встаньте Пожалуйста Тоже Чтобы Камера Смогла На Вас Добрый Вечер Мой Вопрос По Поводу Мира Чувств У Детей Мы Говорили О Стеснительные Дети Или Жестокие Дети Как Воспитатели Что они делают По этому поводу И методика Мы Ну Жалко Что я Не Привез С собой Наших Воспитателей Может Стоило Тот Кто Интересуется Этим Может Посетить Нас Посмотреть Группа Снова Я говорю Дает Такую Большую Уверенность Они После Школы Приходят К нам В Свой Центр После Обеда Там Они Кушают Участвуют В разных Мероприятиях Играх Они Ведь Не Учатся Там Они Только Вот Какие-то Такие Групповые Общественные Действия Проходят На Завтра Они Снова Приходят В школу В школу Они Приходят Очень Уверенными Потому Потому что они знают Что в ту же школу Приходят Еще 30-40 Детей Из их Нижей группы И в школе Это тоже знают Поэтому нет у них Вот этих страхов Фобий Они не боятся Что их побьют Что с ними Что-то Сделают Ведь Группа Большая Они Чувствуют Себя Группой И вот Эта Уверенность Очень влияет На ребенка Можно Сказать Что мы Не видим В них Они Не стеснительны Они Очень Уравновешены Они Действительно Они Могут Выступать У них Нет У них Этого Ощущения Страха Тревоги Они Могут Встать И Скажем Начать Петь Если У них Попросить Прямо Так Вот Этот Вот Пример Который Они Дают Друг Другу Просто Их Развивает И Открывает Да Гиперактивность Проблемы Концентрации Внимания Это тоже Решается Когда Ребенок Чувствует Что он Часть Группы И Да И Нет Зависит От Границ Гиперактивность Да Проблемы Внимания Сосредоточения Концентрация Это проходит Гиперактивность Ну Есть дети Которые Ну не могут Не могут Это я видел Даже И группа И даже Если все сидят Ну а они Это просто Еще один вопрос Какова Возможность Создать Школу Или Центр Воспитания Который Основался На этой методике Смотрите Мы Это делаем Насколько Это возможно С нашими Детьми Потому Что Это наши Дети У нас Нет Права Брать Других Детей Делать С ними То Что Мы Хотим Ну Наших Детей Мы Так Организуем И это Это уже Много Лет Когда Они Вот таким Образом В общем Находятся Под нашей Заботой То что Называется Дополнительное То есть Это в общем Продленка Дополнительное И совершенное Тоже Постепенно Это будет Мы Хотим В этом Показать Пример Мы Этим Создаем Разные Комплекты Образовательные Мы Собственно Изучаем И потом Используем Потому Что То что Написано В книгах Большинство Наших Книг Это Каблистические Книги И вместе С этим Психология И те И другие В общем Дополняют Друг другу Потому что Кабала Тоже ведь Говорит о душе Человека Внутренней Мире Человека И поэтому Когда мы Берем Оттуда Ну Что-то Рациональное Не мистическое Не то Что нам Там кажется А что-то Совершенно Определенное И Изучаем Вот скажем С госпожой Лемор И другими Людьми Специалистами Которые К нам Приходят Вы можете Посмотреть Это потом В книгах Что это Написано Вместе С психологами Ну Большинство Людей С высшим Образованием И тогда Получается Что мы Проверяем Все эти Мероприятия Все это Мы записываем Все это Потом Воплощаем И потом Уже Рекомендуем Но Можно Сказать Одно Что Сегодня Чисто Случайно Я Послал Файл Наших Рекомендаций В организацию Объединенных Наций В соответствии С их Просьбой Мы там Записаны В качестве Советников Наша Организация Идет Наша Работа Вместе С ЮНЕСКО Выходит Книга Совместная С ЮНЕСКО О Воспитании Мы участвуем В таких Международных Проектах Я сам Выступал В Организации Объединенных Наций И снова Я должен Буду Летом Там выступать По теме Воспитания Открываются Перед нами Все двери Мир Видит Что тут Ничего Невозможно Сделать Что состояние Ужасное И с такими Большими Организациями Где там Обычно Не очень Любят Когда приходят Люди Чужие Особенно Из Израиля Нас Принимают Очень хорошо Потому что Мы Ну С фактами На практике Уже невозможно Спорить Да Пожалуйста Да Здесь пожалуйста Микрофон В первый ряд Пожалуйста Я хочу Спросить вас По поводу Страха Мне кажется Что Самая большая Сила в мире Сейчас это Страх Мне кажется Что это то Что Нас приводит В действие Движет нами Я хотел бы Знать Как мы Глобально Можем с этим Справиться Я очень Сильно Чувствую Здесь На Ближнем Востоке Что это То Что управляет Нами Мы с Палестинцами Мы друг с Другом На улице Мы на Дорогах Мы в Магазинах Повсюду Я чувствую Это Очень сильно Если Если вы Можете Поговорить Об этом Пожалуйста На самом Деле Вот это Ощущение Неуравновешенности Непонимания Того Что происходит Беспокойство За завтрашний день Все больше И больше Ощущается В мире Я видел Странные Относительно Как бы Спокойные Уравновешенные Десять Пятнадцать лет Назад Когда я там Выступал Со своими Лекциями И когда я сегодня Их навещаю Я вижу Какие там Изменения Действительно Отсутствие Уверенности Чувствуется В каждом Человеке Даже люди Вот этот Кризис Кстати Даже Превратил Я не знаю В каких-то Чертей Духов Люди Стали Неуверенными Это Явление Психологическое То есть Может быть Человек Нечего Терять В жизни И он Как раз Счастлив И чувствует Себя Свободно Все Зависит От воздействия Окружения Если Окружение Дает Человеку Уверенность Это Называется Взаимным Поручительством Если Я знаю Что вокруг Меня Находятся Люди Которые Позаботятся Обо мне Не важно Что со мной Произойдет Тогда я Не могу Чувствовать Страх И Какую-то Тревогу У Человека Есть Примерно 800 Разных Видов Страхов И Тревог И Все Это Можно Нейтрализовать Только Воздействием Окружения И Если Он Чувствует Как Бы Окутанным Теплом Несколько Людей Только Это Как Маленький Ребенок Который Находится На руках У мамы Чувствует Себя Он Не Волнуется Спокоен И Просто Так Мы Должны Чувствовать Это Все Зависит От Окружения И Также Это Не Вопрос Того Что Мы Там С Нашими Соседями Или Там Вообще Мир И Мы Сейчас Продвигаемся В направлении Разных Экологических Каких-то Явлений Которые Уже Происходят И Будут Происходить Мы Должны Понимать Что Наша Мысль Это Вещь Очень Важная Это Очень Большая Сила Это Самое Важное Поле Самое Большое Поле Самое Мощное Из Всех Других Воздействиях Это Будущее Оружие Я хочу Сказать Что Это Не Оружие Это Будущая Уверенность Это Позитивная Сила А Не Плохая Сила Всегда Возвращая 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 Это передать человеку, который находится в равновесии с окружающей его природой, прежде всего, он сам уверен, он сам счастлив, он получает от природы ощущение, что он находится с ней в гармонии, и получает такие силы природы и такое внутреннее ощущение, что никто не может навредить ему. Мы называем это явлением взаимного поручительства. И если общество может достичь состояния внутреннего соединения, то относительно него, этого общества, нет никакой силы, которая могла бы вообще как-то атаковать или сломить. Но это так, как было у нас в прошлом, когда мы были до разрушения храма в состоянии любви к ближнему, как самому себе, то мы жили, и в момент, когда мы начали с этого спускаться, и упали с того уровня, когда весь Израиль были товарищами, сразу же возникли проблемы и войны на всех наших границах. И так до сегодняшнего дня. Сегодня мы должны вернуться к тому состоянию. И не только мы, но также явиться светом для народов и показать всему миру, что таков путь. И завершение нашего развития должно быть в том, что мы должны быть в том, что все человечество должно объединиться и объединиться в единый организм, в образ человека. И глобальная, интегральная природа, которая раскрывается, показывает нам вот нашу будущую форму, которую мы должны обрести. И если мы не начнем приближаться, то мы просто только через беды. Придем, конечно же, к этому, но через беды. Поэтому нам надо видеть все эти вещи, которые происходят сегодня в мире, что вот те беды, которые мы сегодня видим, то, что переживает сейчас Европа, то есть хотят объединиться больше и не могут делиться, не делиться, объединяться снова и так далее. Это все мы находимся, ну вот как здесь, как я здесь изобразил, что мы достигли состояния дисбаланса с глобальной природой. Мы росли и росли в нашем эгоизме, и сейчас эгоизм начинает замыкаться. Мы сейчас замкнуты на земном шаре. Мы должны воспитывать новое поколение и себя к тому, что выбора нет, что не интернет и не иные вообще какие-то линии связи могут объединить нас. Мы должны почувствовать себя соединенными. Вот эти силы, которые толкают нас на это, это называется кризисом. Кризис – это наше несоответствие с тем, чтобы быть связанными правильным образом. Об этом так много исследований и примеров, ученых, всех. Есть у нас, в общем-то, большое собрание всех этих исследований. Так вот, хотя бы, ну это то, что мы эти вещи реализуем на наших детях, это на самом деле показывает, насколько это правильно. И если мы будем говорить о взрослых, то это в итоге зависит от средств массовой информации, от окружения. И если мы организуем для себя окружение так, что оно будет воздействовать на нас правильным образом, через средства массовой информации, через разные... Ну, скажем, я был в Испании. Когда? В августе? Ну, полгода назад. И там, в Испании, у молодежи, в возрасте с 25 лет и до 40, у них 46% безработницы. 48. 48. Они закончили университеты во всей Европе, возвращаются домой, хотят быть принятыми на работу, жениться, начать жить с семьей. И не могут? Когда меня пригласили, я сказал то, что я думаю, что все те безработные, все равно же правительство должно давать им какую-то определенную сумму денег. Ну, не называйте это, назови это стипендией. Снова пусть учатся, покажем, что такое глобальный мир, какова причина кризиса. Это наше несоответствие вот этому замкнутому миру, когда мы должны быть вот в этом круге, быть в гармонии с природой и с собой, и пока еще не можем. Мы, в общем-то, проведем с ними курс. Я покажу, у нас есть такой курс. И тогда вы получите вместо людей, которые, в общем-то, выходят на улицу, на демонстрации и создают проблемы в обществе. Действительно, потому что им нечего делать. Человек, который безработный и не работает несколько лет, ему потом нечем помочь. Есть некоторые изменения такое в человеке, когда он уже все, он уже потерян, он уже не человек. Он уже не может создавать, думать. В общем-то, это не позволяет ему развиваться, в общем-то, привести себя в соответствии с работой, деятельностью. И тут мы должны всем безработным, а сейчас это будут сотни миллионов безработных по всему миру. Потому что мы ведь заканчиваем с этим развитием предыдущим. Мы не будем просто так создавать какие-то товары. Мы будем создавать то, чтобы мы могли жить рациональным образом и жить только тем, чем мы должны жить нормально, а не в излишках. И тогда надо будет всех тех безработных, всех этих людей, в общем-то, снова включить в учебу, что такое новый мир, чтобы они увидели, как правильно относиться друг к другу, а иначе мы увидим мир полон разных революций, и это будет не вот эта вот весна, а что-то страшное. Я говорил тогда это в Испании, говорил я часто об этом, в разных местах. сейчас у нас есть как раз приглашение от их министерства финансов, может быть, удастся нам что-то там сделать. Мы находимся в преддверии большого изменения в воспитании, решения воспитания, воспитания для взрослых и для детей. кризис не пройдет, пока мы не построим нового человека, нового. Когда он будет человеком в соответствии с этим кризисом, он тоже будет интегральным, когда будет относиться к миру иначе. И тогда в своей жизни тогда, в общем-то, он наладит этот баланс равновесия. И тогда я не думаю, что будет место для страхов, тревог. Вот как вы спрашивали, и также нам надо понять, что все наши проблемы, ну вот когда спрашивают меня, также в разных местах по всему миру, как я отношусь к миру, к объединению с нашими соседями, с арабами, я сказал, я готов открыть все границы, только сначала надо воспитать себя. Если мы воспитаем себя жить хорошо, то зачем границы? То есть воспитание на самом деле решает все проблемы. и наша проблема, что в конце концов мы должны добавить воспитание к образованию. Да, вот там вопрос. Добрый вечер. Состояние, которое Раф описывает и воспитание человечества кажется ужасным. Когда я была девочкой в школе, мы говорили, что у нас есть проблемы с быками, мы прежде всего говорили о том, что нужно найти общую платформу, как люди, которые так ненавидят. Когда была проблема с дробями, найти общий делитель, общую платформу, общий знаменатель. Как мы можем найти это в масштабах всего человечества? Спасибо. Извините то, что я вам скажу, но мы все-таки люди не молодые. Я не особо вижу через эти очки. Ну, скажем так, мы уже немножко знаем жизни. и мы знаем, что в семье есть разные ситуации. Бывает, что не очень так, когда понимают друг друга и согласны друг с другом. Но есть дети, домашнее хозяйство, родственники. есть что-то, что является общим для нас. И поэтому, хотя я и знаю, ну, скажем, я женат 42 года, мне так кажется, и мы знаем с моей женой, что есть вещи, которых мы не касаемся, а есть вещи, о которых мы можем аккуратно поговорить, а есть вещи, где мы уверены полностью. Ну, вы же знаете, в системе взаимоотношений так происходит. И поэтому то, о чем говорит нам интегральное воспитание, каждый отличается от другого. Каждый религии, верования, разные истории, ненависть в прошлое, а эго, эго вообще отталкивает людей друг от друга. Я всегда вижу других ниже себя, глупее, некрасивыми. Критика все время. Это наша природа, моя, которая так во мне говорит. Тут ничего не поделаешь. Мы должны воспитывать только к одному, что есть зонтик, как в семье. мы должны быть связаны вместе поверх всех различий. А внутри да, мы должны научить. И детей мы также учим. Ты не любишь этого, это, 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 а он не любит вот это, 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 правильно, но вы это товарищи. То, что ты не любишь в нем, и то, что он не любит в тебя, это поменять невозможно. Давайте говорить о том, где мы объединяемся. то есть поднимем ту точку над всеми различиями, над всеми различиями. И мы будем в обеих этих точках одновременно. Мы не будем закрывать глаза. я не люблю вот это, и я все-таки люблю тебя, ее. Только таким образом, а иначе, секундочку, любить другого я могу только при условии, когда он будет точно как я. Потому что я люблю себя. Пожалуйста. Следующий вопрос. Так, ага, нет, ты уже ветеран у нас, так, кто еще? А, вот здесь видел. Пожалуйста, вот сюда. Вот, господин тут в оранжевой рубашке. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Адар, извините, именно. Я задаю свой вопрос. В общем-то, своего состояния, собственно, запутался, я признаю. внутренне запутался. Я, в общем-то, из простого мира, где нас воспитали, я воспитывал дальше в вещах, где добро, хорошо, белое, черное, вещи, которые были, в общем-то, на первый взгляд, простые. В сегодняшнем мире вещь гораздо сложнее, и уже невозможно тут увидеть только белое, черное, такое совершенно много разных оттенков. Более того, мир, который, в общем-то, сейчас начинает быть перенаселенным, наука, которая летит вперед, а я-то работаю, земледелец, обрабатываю землю, самое простое место в жизни. Куда нас ведут? Куда у нас вообще ведут? На Марс? Вообще, что мне делать с воспитанием? Что будет с другими? Со мной? К чему их воспитывать? Потому что у меня закончились ответы. Мы в течение нашей истории, даже если мы возьмем только нашу вселенную, развиваемся все время, начиная от большого взрыва, от очень маленькой энергии, которая взорвалась, и от этого возникла вся материя, и вся эта материя приходит к размножению, к умножению от того взрыва, от высшей энергии, высшего света, и все развитие Вселенной в течение 15 миллиардов лет, это как эта материя все собирается, собирается, становится все более и более сложной, пока она не становится настолько сложной, что на поверхности земного шара начали от неживого развиваться растения, какая разница между ними, это внутреннее развитие, которое называется жизнь, впитывание и выделение, то есть тут есть уже какая-то внутренняя программа как развиваться, эгоизм внутри этой энергии, эгоизм растет, желание растет, и тогда на фоне этого получаются новые формы, новые создания, а потом от растительного к животному до такой степени, что они уже начинают двигаться, ему недостаточно быть получающим от неживого то, что нужно и так далее, а потом человека, в человеке снова, как мы сказали, все время мы развиваемся, наше развитие сейчас дошло до очень особой формы, мы развивались инстинктивно, мы не знали как развиваться, мы сменяли разные формы жизни, формации, то, что называется рабовладельческий строй, относительная свобода, и так далее, и так далее, демократия, капитализма, неважно, мы никогда не знали как развиваться, а что-то в нас было, что подталкивает нас к развитию, и мы так развивались, никто не выбирал, и общество, мы не собирались, и не решали, сейчас мы развиваемся вот так, а сейчас так, нет, а природа подталкивает нас, и у нас не было вопросов, вы говорите правильно, человек жил, и жил, и так естественным образом все продвигалось, мы сейчас дошли до особого, особой стадии развития, которая называется человек, до сегодняшнего момента мы не человек, до сегодняшнего момента мы в нашем развитии на самом деле животные, потому что мы развивались благодаря какой-то внутренней силе, которая подталкивала нас так продолжать жизнь, продолжать жизнь, если ты спросишь человека, он не знает как он живет, мир живет, и я живу так принято, я живу, сегодня впервые мы находимся в состоянии, когда мы должны понять, кто мы и куда мы должны развиваться, мы поэтому находимся в преддверии общего кризиса, что бы человечество не делало, что бы человечество не делало до сочетания момента, мы находимся в состоянии, когда мы остановились уже несколько десятков лет, но это такой накопительный, аккумулятивный процесс, и мы дошли до состояния, что все, что делать дальше, никто не знает, ты видишь G8, G20, они все собираются, все эти лидеры не знают, что решить, никто не знает, что будет, почему? Потому что впервые мы находимся, почему я здесь нарисовал вопросительный знак, потому что мы действительно здесь должны ответить на вопрос куда, кто мы, что должно быть, мы сейчас должны изучить природу, просто природу, и познать, что вся наша природа зависит от равновесия, наша жизнь зависит от равновесия с природой, мы совершенно вышли из равновесия с экологией, это вообще большая проблема и со всеми остальными вещами, учиться от природы, умудриться взять опыт от природы, это на самом деле путь нашего развития, и поэтому здесь мы находимся перед построением человека, его сознания, что мы должны делать сами с собой, впервые история и наше развитие задает задает нам этот вопрос, что делать. И об этом пишут уже многие ученые, эта вещь довольно уже чувствуется в мире, что мы должны найти новую парадигму восприятия, взгляд, от... потому что мир уже не будет продвигаться дальше без того, чтобы мы сами не начали изменять себя. Как бы все время природа подталкивала нас, и мы развивались, а сейчас нет, сейчас без того, что я решу, что должно быть, кем я должен быть? Я не буду развиваться. То есть я должен сейчас добавить к своему развитию особую эту компоненту, которая называется согласие, сознание, желание. Поэтому мы, когда мы говорим о воспитании, это не просто воспитание, чтобы детям нам было лучше, чтобы они немножко больше добились успеха в жизни, а без этого мы не увидим нового мира. Мы будем видеть деградацию, этот кризис, он не пройдет. Это написано и в каббалистических трудах каббалисты, даже последние каббалисты в 20 веке, мой учитель, это написано просто черным по белому, что будет, и действительно так и происходит. Когда я начал учиться у него в 70-е годы, я не верил, что это произойдет, когда я слышал это от него, потому что все было так расцветало, мне было 30 лет, и действительно мы видим, что это в точности так и происходит. То есть, мы находимся, нужно только понять, кризис, кстати говоря, слово кризис, это роды, это перевод этого слова, это рождение нового, новое развитие, раскрытие, это как во время родов раскрывается источник и ребенок рождается, так и здесь. Мы сейчас находимся на переходе, то есть, есть родовые схватки, есть беды, проблемы, верно, и мы не знаем, что делать, на нас оказывается давление, природа давит на нас снаружи, но в конечном счете так это происходит. и в точности этими словами написано об этом в Зоре. Просто я никогда не думал, что я увижу это так в своей жизни. И это в точности написано в кубалистических книгах, что с 1995 года человечество придет к состоянию, что оно должно будет познать свой дальнейший путь развития, потому что все дополнительное развитие дополнительное к тому, что мы сделали до этого, это только добавляя осознание человека. Это, в общем, и есть воспитание. И тут нет больших проблем. Если я состою членом Совета Мудрецов Мира, есть такая организация. Уже 7-8 лет назад я дал лекцию в Аросе. И это приняли. В общем, то, что нам надо сделать, нам надо изменить наши средства связи, средства массовой информации, окружение, не более того. Это вещи не тяжелые. Если мы строим окружение, которое будет воздействовать на нас всякий раз, только давая нам это интегральное воздействие, что мы взаимосвязаны, мы должны так измениться, так быть, такими, такими. Если мы будем принимать, получать пример от нашего организма, что все зависит от равновесия. Дама спрашивала, я такая, а он такой, а она такая. Как мы можем быть вместе? Наше сердце работает так, а легкие так, а почки так. Все работает совершенно по-другому, как в машине. Все части работают, но вместе они работают в гармонии, в балансе. Это общая программа, это то, что мы должны научиться, как это исполнить, выполнить между нами, и тогда каждый остается, как он есть, как раз свободным. Он не чувствует давления на себя. Именно тогда мы начинаем получать возможность реализовать себя каждый. Только если мы действуем в направлении одного источника, для общего блага, нет никакой проблемы. Каждый может взять реализовать себя. Может быть, один вопрос из интернета, пожалуйста. Но важно сказать, что много зрителей с этого мира, много интересных вопросов. Две темы главным образом. Это принципы содержания, воспитания, создания игр, в каком формате это можно использовать. Может быть, это музыкальные инструменты? Я на самом деле не помню. я жаль, но я не занимаюсь воспитанием таким образом, что я практически это приводил бы в действие. Может быть, Лемор потом сможет объяснить нам. У нас есть об этом диски, аудиодиски, игры, много вещей. Много вопросов было, что такое быть воспитателем, как вообще создаются воспитатели, как методика продолжается. Курс для воспитателей. У нас есть такие курсы для воспитателей, для инструкторов. Это, по сути дела, мы уже находимся во втором поколении. Те дети, которые прошли в течение нескольких лет в детстве и в отрочестве все наше воспитание, они становятся замечательными воспитателями, на самом деле, самыми лучшими, потому что первые воспитатели, которых мы должны были взять из-за обычных людей, им было тяжело. А эти уже они от природы такие готовы к этому. Они получили такое воспитание, их так построили, у них нет такой проблемы с этим. Нас спрашивают, в общем-то, люди, которые не росли в таком окружении, как могут все-таки перенять эти ценности? Мы должны, на самом деле, я вижу в этих вопросах, и я действительно очень рад, что уважаемая публика, есть, по-видимому, много людей, связанных с воспитанием. Мы должны проводить такие лекции больше, и приглашать тех, кто действительно влияет, приводит в действие все эти вещи у нас, чтобы они смогли объяснить. Я только сейчас чувствую, насколько я не помню. Да. Но еще раз я говорю, нужно также понять, что человек, который растет таким образом, и он открыт, у него есть способность восприятия, впитывания, это действительно особая вещь. Я не просто так сказал, что 93 сколько они получили за первый экзамен в университете? Я не помню, но они в общем-то уже поучатся в университете параллельно со школой. Им 13 лет. Да, психология, кино, испытания. Пожелаем им успеха. Это дополнительно к тому, что они продолжают учиться? Им не трудно, это что интересно, и я знаю, что это не человек, который начинает так развиваться. Он не закрыт, на него ничего не давит, он не находится под каким-то внутренним прессом, и у него есть возможность восприятия очень хорошая. Да, пожалуйста, вот там. А, есть ребенок. Так, вы подождите, а мы дадим ребенку. Есть тут ребенок. Только если ты сможешь встать, чтобы тебя взяла камера. Как тебя зовут? Ариэль. Они из Бен-Ямины. как в общем-то справляться с давлением окружения, когда тебя пытаются навязать ребенку? Ну, вот я скажу, скажем, мы ездили в группе на велосипедах, и пытались что-то сделать, очень вещи опасные. Ну, вот как это говорят тебе, что делать, что тебе там для твоего здоровья, и все-таки. Как со всем этим справляться? Все это прошли в детстве, это давление, мы знаем это, как общество заставляет нас быть такими, для того, чтобы не потерять свое место, имидж, уважение, иначе унижение, я понимаю тебя. Что хорошо в интегральном обществе, что они чувствуют, что они особенные, они не боятся, они не боятся сказать, что я боюсь, я не могу, товарищи воспринимают это, какой он начал, товарищ, что он за товарищ, если он на меня давит и смеется надо мной, что у с ним общего. Дети, тебе надо искать другое окружение, которое даст тебе как раз наоборот уверенность, что ты не боялся быть там собой. и это главное, и воспитатель, учитель, или товарищ, который старше, он должен направлять окружение таким образом, это как старший брат, окружение это как старший брат, ты находишься там, ты уверен, что это щит, это защита, это место, где ты можешь быть уверенным, развиваться и не бояться, и что ты не должен думать, как я выгляжу в их глазах, как они на меня давят, и я все время нахожусь в конкуренции. Если ты избавляешься от этого, ты вдруг чувствуешь себя, ты никогда так не чувствовал себя хорошо. Я желаю тебе найти такое. Спасибо. Мы чувствуем это действительно во всех этих случаях, которые мы видим в школе, у детей, это очень жаль, что у нас есть, кроме детей. Очень жаль это слышать. Да, пожалуйста. Если вы сможете встать, то... Я хотел знать, каково ваше мнение на разделение человека, отличие человека от всего остального творения, скажем, сознания человеческие, сознания, скажем, растений. Много Каббала делят нас на неживое растительное животное говорящее, а в человеческом роде тоже разделяет нас на уровни, которые называются неживое растительное животное говорящее, в человеческом роде. Мы проходим уровни неживое растительное животное, как я говорил, это то, что мы прошли в течение этого процесса, И пришли к уровню, когда мы должны войти на уровень говорящий. Говорящий – это уровень Адам, человек, от слова Доме, подобной глобальной природе. Чтобы мы организовали себя, человеческое общество, чтобы мы были в точности в равновесии со всей природой. Кроме нас, вся природа находится в равновесии. Проблема лишь в человеческом обществе. И тогда здесь, как я говорил, проблема в нашем сознании. Начиная с этого момента, есть расчет с человеком. До этого момента никакого расчета не было. Не было никакого расчета, все развивались, скажем, все подобны животным, так написано. С этого момента начинается уровень человека, эра человека. И мы должны будем войти и соединиться с механизмом. Но мы должны найти в себе ту форму, как мы должны быть объединенными, чтобы быть уравновешенными, правильно организованными. Есть об этом письменный материал, но в любом случае человек должен понять эти вещи, потому что он должен понять всю природу. К этому нам надо прийти. Это, по сути дела, весь предмет науки Кабала тоже. Поэтому она сейчас и раскрывается. А до этого всегда была скрыта, потому что именно сейчас в этом есть необходимость использования. Я хотел подчеркнуть, что важно подчеркнуть. Воспитание для взрослых и для детей. Вопрос гармонии со всем творением. Не только людей с людьми, но и в человечестве. Гармония есть во всем творении, кроме того, что мы портим. Да. Но исследования биодинамические и прочие показывают, что сознание растений, их генетика меняется и может поменяться в положительную сторону, а может, скажем, в негативную сторону именно благодаря человеку. Согласен. Есть вот эти вот факторы, как страх или даже безработица тоже, в общем-то, передается в остальное творение. Тут, если ты мне разрешишь, я скажу другое. Мы должны быть в недостатке занятости. Мы слишком много производим. Чтобы кормить человечество, мы должны, в общем, привести в действие 1% населения. 1%. Наша проблема, что когда мы эгоисты, у нас нет достаточного правильного обеспечения. Если бы мы правильно это распределяли, у нас было бы достаточно для всех. Короче говоря, 10% человечества может обеспечить нам все, что необходимо. Все остальные работающие, они только потребляют последние ресурсы земного шара, и после этого мы распределяем это просто по всему бедному шарику, и у нас не остается ничего от природы. Человек должен войти в другую точку зрения. Он должен работать только 2 часа в день. А в остальное время он должен получать воспитание, он должен соединяться, он должен работать над исправлением себя, над своей внутренней работой, над изменением себя. Ему достаточно 2 часа в день, чтобы обеспечить себя всем. Одежда, пища, отопление, лекарства, крыша, все, что ты хочешь. Все это достаточно нам, если мы уравновесим нашу жизнь так, как она должна быть. Мы не должны быть рабами в каком-то месте, возвращаться домой и снова продолжать, и так всю жизнь. Мы должны... Я не знаю... Когда один человек встречает другого, он говорит, где ты работаешь? Почему где ты работаешь? Спроси его, какой он человек. Мы сделали для себя не жизнь, а жуткую конкуренцию. Не должна быть... Занятость должна быть для всех, но в рациональной жизни. А иначе мы в любом случае, иначе мы приходим сейчас к экологическому такому кризису, что в любом случае мы не сможем продолжать. Земной шар, он не безграничен. Ты не сможешь из него вытаскивать все больше и больше, он ограничен. Мы не оставляем ничего нашим внукам. Так, ну, мы заканчиваем, к сожалению, нашу лекцию, у нас больше не остается времени. Теперь то, что касается каких-то вопросов методики, вы можете встретиться с Лимор, там в конце посмотреть книги, также комплекты воспитательного материала. Это то, что касается этого. Кроме того, я хотел бы попросить вас, Раф Лайфмин, за минуту, две минуты подвести итог. Новое воспитание, новое поколение. Мы, может быть, должны все-таки показать нашим детям пример, как мы занимаемся, что мы делаем сами с собой. Мы должны постараться воздействовать на систему воспитания, добавить в той системе, которая у них есть, в школе все-таки воспитательные мероприятия. Не только образование, а сделать из ребенка человека, обучить взрослых, как правильно относиться к детям, делать это дома. Это возможно, у нас есть примеры, мы стараемся их распространять. Если вы хотите быть с нами в ВКонтакте, мы будем рады, все бесплатно, все открыто от всего сердца. Спасибо вам. Спасибо всем. И я напоминаю, что в фойе вас ждет легкое угощение, зажигание свечей. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»